Всем привет! Сегодня мы сравним корабли китайского флота трёх основных классов. Самый крупный корабль в сравнении это китайский эсминец типа 052D Luyan 3. Экипаж корабля 280 человек, водоизмещение 7500 тонн, длина 157-161 метров, а мощность ГЭУ 62000 л.с. для газотурбинных двигателей, по другим данным до 76000. Доля кораблей типа 052D от общей численности эсминцев ВМС NOAC составляет около 50%. Второй корабль это китайский фрегат типа 054А Цзянкай-2. Экипаж корабля 165 человек, водоизмещение 4053 тонны, длина 134 метра, а мощность ГЭУ 30400 л.с. Доля кораблей типа 054А от общей численности фрегатов ВМС NOAC составляет 70%. И третий в нашем сравнении это китайский корвет типа 056-056А Цзяндао. Экипаж корабля 78 человек, по другим данным 60, водоизмещение около 1500 тонн, длина 90 метров, а мощность ГЭУ 13800 л.с. Тип 056 это единственный корвет ВМС NOAC. Как мы видим, по длине, водоизмещению, численности экипажа и мощности ГЭУ эсминец естественно превосходит фрегат, а фрегат превосходит корветт. Такая же картина и со скоростью полного хода. У типа 052Д она составляет 30 узлов, против 27 у типа 054А и 25 у типа 056. И с дальностью плавания 8300 км против 7000 и 6400 км. А вот автономность плавания у фрегата и эсминца одинаковая, 30 суток, у корветта она меньше. Перейдём к вооружению кораблей. Начнём с артиллерийского. На фрегате и корветте установлена 76-мм универсальная корабельная арт-установка HPJ-26, а на эсминце установлена более крупная 130-мм HPJ-45А. По дальности стрельбы она превосходит 76-мм 24 км против 15,7. Но уступает ей в скорострельности. 60 выстрелов в минуту против 120-130 у 76-мм. Самое мощное противокорабельное вооружение у эсминца. 8 УВП на 64 ячейки, по 32 ячейки в носовой и кормовой части корабля. Для запуска противокорабельных ракет YJ-18A, YJ-83 и сверхзвуковых YJ-12A с максимальной дальностью стрельбы до 400-540 км. На фрегате и корветте установлены наклонные пусковые установки для противокорабельных ракет YJ-83 с дальностью до 180 км. Две четырехконтейнерные на фрегате и две двухконтейнерные на корветте. Самыми мощными средствами ПВО располагает эсминец. 8 УВП на 64 ячейки. Для зуркорабельного ЗРК большой дальности семейство HHQ-9 с дальностью до 150 км или более. Также из УВП возможен запуск ракет ЗРК средней дальности HHQ-16 и DK-10. А для запуска зур малой дальности на эсминце установлена пусковая установка ЗРК HHQ-10 на 24 зенитные ракеты. На фрегате установлены 4 УВП на 32 ячейки ЗРК HHQ-16 с боекомплектом в 32 ЗРК и дальностью до 40 км. А на корветте одна пусковая установка ЗРК HHQ-10 на 8 ЗУР с дальностью до 9 км. Самая мощная зенитная артиллерия у фрегата. Две одиннадцатиствольные артоустановки HPJ-11 с дальностью 3 км и темпом стрельбы 10 тысяч выстрелов в минуту. На эсминце зенитная артиллерия представлена только одной одиннадцатиствольной HPJ-11. На фрегатах и эсминцах первых партий установлены семиствольные артоустановки HPJ-12 с меньшим темпом стрельбы 4200 выстрелов в минуту. На корветте зенитная артиллерия представлена двумя 30-мм артоустановками HPJ-17 с дальностью до 2,8 км. Друзья, не забывайте ставить лайки и писать комментарии, это очень помогает в продвижении канала. Противолодочное вооружение на всех кораблях одинаковое. Два 324-мм торпедных аппарата для торпед Ю-7 с дальностью до 10 км. Также из УВП эсминца, УВП фрегата и наклонных пусковых установок корветта 056А возможен запуск противолодочных ракет Ю-8 с дальностью до 30 км. Кроме того, в дополнение к торпедным аппаратам на фрегате 054А установлены два шестиствольных противолодочных бомбомета с дальностью до 3,7 км. На других кораблях противолодочных бомбометов нет. На всех кораблях есть вертолётная площадка, а вот ангар есть только на фрегате и эсминце. Корветт может принимать лёгкий многоцелевой вертолёт Z-9C, максимальной взлётной массы чуть более 4 тонн. На фрегате может базироваться один вертолёт К-28, максимальной взлётной массы около 12 тонн, или лёгкий многоцелевой Z-9C. На эсминце может базироваться один вертолёт К-28, К-31 или Z-9C, а на модернизированном эсминце Z-20F, максимальной взлётной массы около 10 тонн. Наибольшая дальность противокорабельных ракет у эсминца – до 540 км. Наибольшая дальность систем ПВО – снова у эсминца – до 150 км, возможно больше. Дальность ПВО у всех трёх кораблей одинаковая – до 30 км, а возможность нанесения ударов по наземным объектам есть только у эсминца. Максимальная дальность его крылатых ракет – от 1500 до 2500 км. Строительством кораблей типа 052D занимались две верфи – Дзянаньский судостроительный завод и Леонин Шипьярт. Строительством кораблей типа 054А занимались Хуанпу Шипьярт и Худонг Жунхуа Шипьярт. Строительством кораблей типа 056-056А занимались четыре верфи – Вучан Шипьярт, Леонин, Хуанпу и Худонг Жунхуа Шипьярт. С 2014 года ВМС Народно-Освободительной Армии Китая получили 20 эсминцев типа 052Д, еще пять были спущены на воду. С 2008 года ВМС Нуак получили 30 фрегатов типа 054А. Возможно, их строительство продолжается. С 2013 года ВМС Нуак получили 22 корвета типа 056 и 50 корветов типа 056А. Теперь давайте посмотрим на темпы строительства. Среднее время от закладки до спуска на воду у фрегатов и корветов неизвестно. У эсминцев среднее время до спуска на воду составляет менее двух лет. Наименьшее среднее время от спуска на воду до передачи флоту у фрегатов и корветов чуть больше года. У эсминцев около двух с половиной лет. Если вам понравилось, не забудьте подписаться, поставить лайк и написать в комментариях свое мнение о том, насколько каждый из кораблей соответствует своему классу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!